Наши ребята, да, с Кулькова поля, вторая группа, они возлагали цветы к памятнику. Там началась первая стрельба, но об этом все умалчивают, украинские СМИ. И после этого ребята только пошли, причем они не дошли даже до площади, где собирались эти фанаты. И мы после этого видели, как разворачивались все события. И вы не заметили, что не показывают убитых фанатов, родственников их, не задумывались. Знаете, кто пострадал там? Пожарник, убили пожарника, который приехал тушить машину. И проходящего строителя. Вопрос, где те фанаты, которых все говорят, что убили? Никто не показал ни одной фотографии, не показали их семьи. Вообще, были ли эти фанаты, как говорится? Этот вопрос остается отдельно открытым. Но зато видеофакты собрали вы в видеоролик, который завтра намерены представить в Совете Федерации. Я предлагаю посмотреть сейчас его нам, зрителям и продолжим. Вот это губернатор был. Итак, кто это? Губернатор Одесской области. Которого сняли. Немировский. Титры. Он почему? Потому что он, во-первых, был на тот момент губернатором области, во-вторых, он неоднократно заявлял о том, что надо разогнать силой Куликово поле. Вот эта женщина, это представитель Евромайдана, которая полила георгиевскую ленточку на вечном огне. Это Юсов, который лично командовал бойцами из правого сектора. Это помощник народного депутата. И идет сейчас в депутаты. Да, это человек, который стрелял. Кадры обошли весь мир, мне казалось. И ничего, я замечу, ничего с этим человеком, спокойно, его никто не арестовал, все знают его. Тут мы видим очень много людей, которые сейчас даже остаются в Одессе, которые не скрываются, понимаете? Происходит такой юридический нонсенс, что даже есть факты, что они добивали людей уже, которые выпали из Дома профсоюза. И все равно, милиция ничего не может сделать. Фактически, Украина перестала быть правовым государством. Из-за этого на данный момент у нас есть одна надежда. Это на Европейский суд по правам человека, из-за чего мы собираем эти видео, факты. И если, конечно, уже и это не подействует, то я думаю, у одесситов остается один момент. Это суд Линча, потому что мы не видим никаких действий. И одесситы понимают, что на данный момент от власти, которая находится в Киеве, добиваться ничего невозможно. Слушайте, но за пять месяцев неужели забыла Одесса запах крови, запах гари, чтобы думать о суде Линча? В том-то и дело, мы не забыли, из-за этого люди и хотят отомстить. Если не получится через Европейский суд, какой остается у них выход? Никакого. Из-за этого на данный момент мы идем юридическим способом. Меня перед тем, как меня арестовали, я обращался к киевской власти. Говорил, давайте мы все решать будем мирным способом. Сядем за круглый стол, будем договариваться, услышите Юго-Восток. Что они сделали? Они 17 марта меня арестовали и отвезли в Киевское СБУ. Так же и сейчас происходит. Мы обращаемся к ним. Вот видеофакты. Накажите виновных. Не надо делать это Одессу таким конфликтом, который просто сейчас ожидается. Понимаете? Люди ведь не забыли. И никогда не простят такую трагедию. И большинство людей, которые выходили на Куликово поле, это настоящие одесситы. Это не приезжие фанаты или самооборона с Киева или Западной Украины. Это те, кто живет, кто любит свой город. Извините, если сейчас запрещают носить георгиевскую ленточку, которую 90% одесситов считают символом победы. О чем это говорит? О том, что Одессу пытаются любыми способами сейчас просто задавить. Но поверьте, сколько бы это ни длилось, все равно у нас станет точка кипения. И одесситы выйдут на улицы. И вот это самое страшное. Из-за этого и сейчас обращаюсь. Что давайте расследовать эти факты. Давайте через Европейский суд. И из-за этого хочу завтра выступить. В Европейском суде, да. И завтра в Совете Федерации. В Совете Федерации, чтобы они именно и поддержали эту инициативу. Спасибо, Антон. В суде Life News был лидер организации Куликово поле Антон Давидченко. Завтра в Совете Федерации обсудят ход расследования трагедии в Одессе. Активисты Куликово поле назвали конкретные имена виновников. Беспорядок не только назвали, но и показали их. Наши ребята, да, с Куликово поле, вторая группа, они возлагали цветы к памятнику. Там началась первая стрельба. Но об этом все умалчивают украинские семьи. И после этого ребята только пошли. Причем они не дошли даже до площади, где собирались эти фанаты. И мы после этого увидели, как разворачивались все события. И вы не заметили, что не показывают убитых фанатов, родственников. Вы их не задумывали? Знаете, кто пострадал? Пожарник, убили пожарника, который приехал тушить машину. И проходящего строителя. Вопрос, где те фанаты, которых все говорят, что убили? Никто не показал ни одной фотографии. Не показали их семьи. Вообще, были ли эти фанаты, как говорится? Этот вопрос остается отдельно открытым. Но зато видеофакты собрали вы в видеоролик, который завтра намерены представить в Совете Федерации. Я предлагаю посмотреть сейчас его нам, зрителям. И про комиссию. Да. Вот это губернатор был. Итак, кто это? Губернатор Одесской области. Которого сняли. Книг не ходит у нас. Немировский. Титры. Вот.